Мероприятие началось с вскрытия ящика доверия для обращения предпринимателей, в котором каждый бизнесмен может оставить свои пожелания и жалобы, в том числе и анонимно. Заместитель главы Яна Дуплякина зачитала поступившие вопросы, связанные с предоставлением земельных участков под предпринимательскую деятельность, наведение порядка в сфере общественного питания и другие. По каждому из озвученных вопросов заявители получат ответы в кратчайшие сроки. С докладом о выдаче технических условий при формировании инвестиционных проектов выступил главный архитектор Анапы Игорь Коломиченко. Он пояснил, что с принятием генерального плана развития курорта в управлении архитектурой и градостроительства администрации работает информационная система обеспечения градостроительной деятельности. В ней размещена информация о существующем положении перспективе развития инфраструктуры в границах муниципального образования. За период последнего полгода в принципе большинство, в основном все службы выдают технические условия в срок. Как рассказал Игорь Коломиченко, согласование с предприятиями водоканала «Напа Горгаз» и «НЕСК» проходит в установленные сроки, чего нельзя сказать о Кубаниэнерго, где рассмотрение документов затягивается до полутора месяцев. Мэр Анапы Сергей Сергеев потребовал от руководителя этой организации ответственности относиться к работе. Пользуясь случаем, я хочу к вам обратиться, это процесс происходит. Каждый день у нас отключение электроэнергии. Я попрошу вас, дорогие друзья, очень серьезно отнестись к этому вопросу. О порядке начисления и взимания оплаты за негативное воздействие на окружающую среду доложил государственный инспектор отдела экологического надзора по охране природы Краснодарского края Олег Филатов. Плательщиками за загрязнение окружающей среды являются все предприятия, учреждения и организации, которые оказывают или могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду. Раньше, ну еще полгода назад, на территории города Курорта Анапы расчет стоимости платы за негативное воздействие на окружающую среду осуществлялся, осуществлялся платно. То есть фирмы, предприниматели, мы потратили, искупили программное обеспечение, установили его у нас в управлении жилищно-коммунального хозяйства. И расчет мы можем сделать, не можем, а делаем для вас, без возможности. Глава города Курорта поручил начальнику управления ЖКХ в течение 10 дней определить сотрудника, который будет отвечать за эту работу на постоянной основе. Заместитель управляющего Новороссийского отделения ООО «Сбербанк России» Елена Щепилова сообщила, какие кредитные продукты банк предоставляет представителям малого и среднего предпринимательства. Если у предпринимателя, а у большинства нормальные намерения, то он создаст новые рабочие места, он будет платить налоги. Из-за этих налогов ваши дети пойдут, наши дети пойдут в школу, в хорошие детские сады, будут ходить по тротуарам, по освещенным вечерам улицам и ездить в хорошем общественном транспорте. Также мэр города Сергей Сергеев попросил предпринимателей сообщить в Управление экономики и инвестиций свои предложения по формированию планов работы Совета на следующий год. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион.